Значит, я хочу сказать, что я получил несколько вопросов от наших с вами друзей в радиации литовского журнала. Я был рад, потому что, как будет видно из того, что я буду говорить, у меня давние связи с Литвой, и я всегда пользуюсь случаем как-то их продолжить и расширить. И с удовольствием отвечаю на вопросы, касающиеся меня, моего друга Владимира Николаевича Топорова и вообще наших работ, связанных с Литвой, литовской культурой, литовской мифологией. Ну, а дальше я буду каждый из вопросов вам сообщать и по возможности подробно отвечать на каждый из вопросов. Спасибо. Первый вопрос мне задан вот какой. Литовские гуманитарии, вот поколение авторов вопросов, в первый раз узнавали мое имя из моих совместных с Топоровым статей по Балтийской мифологии. Как и почему сформировался этот ваш тандем, меня спрашивают. Как в таких случаях происходит работа? Что из этой совместной работы наиболее ярко помнится сегодня, когда Владимира Николаевича уже нет. Вы знаете, наш союз, совместная работа с Топоровым, на результат очень долгих совместных занятий, они начались еще, когда мы были студентами. Мы учились на разных отделениях. Топоров учился на русском отделении, но изучал и все то, что было в плане отделения славянских языков, а я был на романо-германском отделении, но тоже занимался славянскими языками. Но главное, нас объединяла общая программа занятий по индоевропейским языкам, которую для небольшой группы студентов навел наш общий учитель Михаил Николаевич Петерсон, замечательный ученый, который в трудное время продолжал занятия индоевропейским языкознанием и литовским языкознанием, и нас учил. А потом мы с Топоровым и вместе, и порознь в разные годы во время университетских занятий, во время аспирантуры и позже ездили в Литву, также в некоторые села Белоруссии, где сохранились старинные литовские диалекты. Это мы были вместе с Топоровым в этих местах. И наш совместный союз, вот как друзей и следователей, он был связан с общностью интересов, материалов. Мы занимались литовским фольклором, тем, как в литовском фольклоре отражена древняя мифология. Одна из первых тем моих собственных занятий был бог-громовержец, литовский Беркунос, и я занимался им с точки зрения индоевропейского сравнительного языка знания, потому что имена и образы, похожие на этот литовский образ бога-грома, бога-грозы. Эти имена есть и в других индоевропейских традициях. Я был увлечен некоторыми новыми сопоставлениями, которые я в это время установил. Оказалось, что и Топоров этим же занимается. Потом именно эта тема стала одной из центральных в нашей большой совместной книге. Второй по счету из тех, которые связаны с этой проблематикой, это наше разыскание в области славянских древности, где очень много сравнительного материала привлекается из балтийских и других индоевропейских языков. Как в таком случае идет работа? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Я как-то разговаривал со знаменитым физиком Евгением Липшицем, который автор во всем мире очень известного основного того курса физики многотомного, который на титуле имеет фамилия Ландау, нашего великого физико-наблюдского гауриата, и Евгений Липшиц. Я хорошо знал обоих с Ландау, можно считать, что дружили. Мы сейчас вот издаем небольшой сборник моих статей, воспоминания там будут, воспоминания Ландау. Так вот, Евгений Липшиц мне говорил, что в таких случаях писать должен всегда один человек. У нас это получалось иначе. Мы с Топоровым обычно обдумывали какую-то мысль, какую-то часть работы, и затем ее записывали. Часто писал я просто потому, что быстро пишу. Он тоже писал немедленно, но все-таки медленнее меня, зато почерк у него аккуратнее. Поэтому какие-то куски бывали записаны и его почерком. Но это результат совместного обдумывания. И формулировки мы находили вместе. Так что это действительно совместная деятельность. А самое главное, это не просто обдумывание данного конкретного текста, а обдумывание всего подхода к мифологии, в данном случае к литовской, к балтийской, к русской мифологии, к латышской мифологии, как материалу сравнительного с литовским и к русским. Мы довольно подробно и долго с Топоровым это обсуждали. У нас были многочисленные книги, которые мы до этого читали, издания разных старинных авторов, которые можно привлекать как источники, и труды разных ученых на эти темы. Мы все это знали. Но с ним вместе, когда мы работали, нас интересовало не то, что разные люди думают по этому поводу, а то, что мы сами можем построить. И при этом мы пользовались методами для этой области нового, методами структурной лингвистики, структурного подхода к разным знаковым системам. В это время бурно развивалась семиотика, в частности, в нашей стране. Мы много обсуждали вопросы метода семиотического подхода к мифологии с знаменитым ученым одним из создателей современной семиотики, Романом и Топсоном. Как раз он в эти же годы занимался тоже сравнительной структурной мифологией. То есть в какой-то степени наши совместные работы, наше сотрудничество было связано и с тем, что одновременно с этим, да, у них Апсон. Что я могу сказать о самых интересных и ярких эпизодах этой работы? Я думаю, самое интересное было, конечно, во время поездок в Литву и вот в литовские деревни, не только на территории Литвы, когда мы имели возможность многое увидеть воочию, увидеть самый этот ландшафт, который связан с тем, как его преобразуют фольклорные предания, когда мы могли слышать самих крестьян, в фольклоре которых много сохранилось из старых легенд. Сейчас, конечно, эта мифология сохраняется только в остатках, но все-таки она достаточно еще жива, поэтому наши многочисленные поездки в Литву были способом как-то вот понять то, что живо от этой древней традиции и в какой-то степени мы это переживали вместе с Топоровым. Поэтому наши совместные путешествия в разные части Литвы, в разные уголки, где сохранился литовский фольклор, вот это, я думаю, главное из того, что было связано для нас с этой работой. Мне ставят такой вопрос, что сегодня главное для вас в ваших научных интересах? Вы живете и работаете и в России, и в Соединенных Штатах. Усматриваете ли вы какое-нибудь существенное отличие не только в методологии, но и в ментальности российских и американских ученых? Усматриваю. Ну, конечно, вы знаете, надо иметь в виду поколение. Я только что упомянул Романа Экапсона. Он в каком-то смысле на протяжении большого последнего куска своей жизни был тоже американским ученым, профессором Гарвардского университета и М.А.Т. М.А.Т. Университетского технологического института. Но он вместе с тем был крупнейшим русским и европейским ученым. И в эти времена, во времена, когда столько ученых из-за фашизма, астралинизма вынуждены были бежать из разных стран, и многие бежали именно в Америку, в это время, пожалуй, можно было говорить не столько о науке и американской, сколько вообще о мировой науке, как о каком-то едином целом. Сейчас ситуация несколько другая. Мировая наука сейчас раздроблена. В разных странах, в разных университетах, на разных кафедрах люди занимаются разными вещами. Я не чувствую того напора объединяющих нас общих новых идей, который для всех нас был так замечательным в годы распространения структурных семиатических методов, то есть примерно полвека назад. Мы пережили то время бури и натиска. Американская наука сейчас отличается крайней раздробленностью тем некоторой мелкотой тематики. Нет прежнего большого размаха, замаха на что-то огромное и большое. Что было и у нас, мне кажется, все-таки в большей степени остается и у наших младших поколений, не только у старшего поколения. Старшее поколение в Европе, в России и в Америке сопоставимо, то есть это вот части как бы этого единого мирового целого. Что касается последних этапов, я не чувствую здесь такой большой близости между разными странами. Не то, что они друг от друга отгораживаются, но получается так, что в России все-таки ученые склонны все еще ставить довольно широкие и поэтому весьма интересная, как мне кажется, тема о Соединенных Штатах. Обстоятельства научной жизни таковы, что аспиранту надо в определенный срок закончить очень узко поставленную задачу. он боится выйти за пределы на своей узкой специальной теме и в дальнейшей работе будет развивать вот этот специализированный подход, отличный от того, что представляется важным для будущего науки. я думаю, что будущая наука состоит все-таки в ее возврате к некоторым гораздо более общим постановкам вопросов. Мне кажется, что из того, что, скажем, в России в последнее время делалось, я бы отметил, как очень важную работу в Кунсткамере, институте этнографии, он пробует создать огромную общую базу данных по мифологии целых больших районов земного США. Первый результат уже напечатан как книга, и он существует в виде компьютерной базы данных. Мне представляется, что это вот тот путь, идя по которому можно много интересного узнать и понять. Я думаю, надеюсь, что вот эта тенденция к соединению, а не разъединению, что она придет и в Америку и поможет преодолеть все трудности, которые сейчас, по-моему, для молодых американских ученых существуют. Следующий вопрос касается и не мифологии, а поэтики, поэзии и литературного перевода. Он касается моего друга Томаса Ванислава. Я надеюсь, его увидеть по нашему приглашению. Томас должен в сентябре приехать в Москву на конференцию, которая организуется и в частности здесь, в этом здании, в этой комнате в середине сентября. Я надеюсь, Ванислава будет участвовать в нашем общем семинаре, как раз частично связанного с мифологическими символами и с поэтическими символами. Ванислава – крупный литовский поэт и переводчик стихов, и профессор одного из главных американских университетов – Ейла. Я его знал и в Литве до его отъезда, и мы встречались в Ейле и в разных других местах мира. Вопрос такой. В воспоминаниях Томаса Ванислава об Анне Ахматовой есть эпизод о том, что он передал ей свои переводы ее стихов. Ахматова отнеслась к ним весьма прохладно. Но, рассказывает Ванислава, на следующий день к ней пришел я, и обо мне было известно, что я знаю литовский язык, и я прокомментировал переводы. И тогда Ахматова позвонила переводчику, пригласила приехать, и между ними состоялся неформальный разговор. мне задает вопрос, помнится ли, если помнится, то как этот эпизод вам? Я помню, конечно, я помню, конечно, как мы говорили с Анной Андреевной Ахматовой. Она сама занималась стихотворными переводами довольно неохотно, в отличие, скажем, от Пастернака. То есть ей представлялось все-таки, что поэзия, прежде всего, это то, что трудно перевести. И поэтому, я думаю, она прохладно отнеслась не столько к самим переводам Ванислава, она еще ничего о нем не знала, кроме того, что это перевод ее стихов на литовский язык, которые она не знала. Она прохладно отнеслась вообще к идее перевода, к возможности что-то передать в помощи перевода. Но я ей пробовал рассказать, что Ванислава – это тот редкий случай, где переводчик очень хорошо знает оба языка, более того, знает обе поэтические традиции. Это очень важно, что Ванислава не только знал всю ту большую русскую поэтическую традицию, в которую вписывается поэзия Ахматовой, но знал и литовскую лирическую поэзию тех поэтов, которые какими-то частями своего языка, образности, тематики как-то, если не перекликаются с Ахматовой, то облегчают возможность переводов каких-то частей, сочиненного Ахматовой в стихах на литовский язык стихами же. Я думаю, что в отличие от того, что делается во многих странах Европы сейчас и Америки тоже, стихи все-таки, если переводить, то надо переводить стихами. И для этого надо быть поэтом, не только знать языки, но и быть поэтом. И Ванислава как раз тот редкий случай, где настоящий поэт знает два языка и две поэтические традиции, и поэтому переводы оказываются очень интересными и удачными. Я это объяснял, насколько мог Айне Андреевне. Она мне поверила, и я знаю, что дальше ее разговор с Ваниславой был более благожелательным. Так что я надеюсь, что я немного помог Айне Андреевне убедиться в том, что во всяком случае на литовский язык ее удалось перевести в достойном образе. Это трудная задача, и я думаю, что Томас удачно справился с ней. Следующий вопрос относится не только к русской и литовской культуре, но в принципе к современной культуре и к литературе Веднева в широком смысле. Русскую, как и литовскую культуру, называют литературу поцентрической. Но в настоящее время меняется и место литературы в обществе, и само восприятие литературы. Читатели все больше становятся зрителями, привыкают к восприятию картинки, клипов, а читать и понимать текст для них зачастую довольно тяжелая и, увы, бесполезная работа. Чем, по-вашему, это чревато в литературе и для литературы Веднева и для самого общества? Ну, я не склонен так пессимистически все оценивать. Мне кажется, что какое-то равновесие, какой-то баланс разных способов общения друг с другом, разных способов того, что мы называем передачей информации, существовал и раньше, не то чтобы всегда литература была только устной, для литературы зрительный ряд, зрительные образы тоже были важны. Возьмите хотя бы роль иллюстрации для художественных произведений или возможности постановки произведений искусства в театре, где очень важен зрительный ряд. Так что я думаю, что это проблема, которая не сегодня возникла, поэтому не надо пугаться. Ну, есть телевидение, есть кино. Ну, что же, это совсем неплохо. Я не согласен с тем, что литература как-то выходит из круга необходимых вещей. Я знаю, что среди молодежи очень много людей читают. Другое дело, что, может быть, они читают уже не совсем так, как привыкли читать взрослые. Очень много людей читают в интернете. В интернете есть огромная библиотека. Кстати, мне приходилось заглядывать в интернет не только русский, но и литовский. И я с удовольствием увидел, как много в интернете литовских художественных, например, поэтических текстов. Ну, я, скажем, занимался некоторыми проблемами, связанными с литовским поэтом и философом, был друшайтисом, выдающимся символистом, который писал стихи и по-русски, и по-литовски. И когда я стал заниматься, у меня под рукой в этот момент не было литовского издания. Я с удовольствием убедился, что все основные стихи был друшайтисом. И те, которые когда-то были напечатаны в Литве, и те, которые он печатал за границей, они все есть в интернете. То есть вы вполне можете их почитать. И, безусловно, люди читают это. То есть есть большая поэтическая и художественная литература в интернете, которая имеет своего читателя. Поэтому можно задавать вопрос, насколько книга уходит в прошлое. Я думаю, что и книга пока еще не уходит в прошлое. Но роль книги, может быть, сильно меняется по отношению к интернету. Что же касается литературоведения, то это совсем особый вопрос. Я думаю, что проблема будущего для литературоведения, это проблема вообще будущего для гуманитарной науки, которая так или иначе, конечно, связана с еще более широкими проблемами ближайшего будущего, о которых я еще отдельно поговорю. Но что касается литературоведения, как и другие гуманитарные науки, она стоит перед некоторыми новыми и трудными задачами. Возникли целые новые области знания, как теории информации, которые дают возможность ко многому в литературе, в любых языковых текстах, в том числе поэтических и проэтических, ко многому подходить по-новому. Я думаю, что будущее литературоведения заключается в том, что оно, конечно, будет по-прежнему исследовать историю литературы, то, как друг друга сменяют поэты и прозаики, школы романтиков, реалистов и так далее. Но вместе с тем гораздо больше внимания будет уделяться художественной форме, то, как мы художественную форму в состоянии сейчас понять, развитие идей русских формалистов, пражских и других европейских фруксуралистов, семиотиков, как мы можем понять художественную форму в ее соотнесении с знаками искусства, с образностью искусства. Это все совершенно новые области знаний, очень волнующие тем, что они новые. Я надеюсь, что здесь будет очень много сделано. Был период, когда мы все очень интенсивно этим занимались. Это был период шестидесятых, семидесятых годов. Сейчас во всем мире такая некоторая склонность современной культуры менять то, что называют парадигмы, менять установки, которые важны для описания той или иной области культуры. Вот это приводит к тому, что очень быстро меняются разные точки зрения, не успел появиться структурализм, как уже возникли идеи деконструкции, то есть того, где структурализм как бы, по мнению некоторых, не справляется со своими задачами, и нужно дополнить или заменить его чем-то другим, ну и так далее. Вот эта быстрая смена разных точек зрения, они всегда, мне кажется, продуктивные. Я все-таки склонен думать, что развитие идей русских формалистов, и структуралистов, и семиотиков даст очень много для изучения каждой изделенной литературы, и, вероятно, этим многие будут заниматься. Какова, выражаясь высоким слогом, миссия филолога в современном мире? Как вам кажется, выживет ли литература ведения в 21 веке, или же ему суждено раствориться в том, что называется cultural status? Я просто уверен, что никто не будет растворяться в изучении культуры. Культура – это некоторое более общее понятие, куда входит и литература, но литература сама по себе очень важная область искусства, где, несомненно, остаются ценности, эстетические ценности, связанные с красотой как таковой, с тем, что Хант называл целесообразной без цели, то есть построение текстов, которые сами по себе гармоничны, как гармонична музыка, скажем, да? Музыка ни в чем не растворится, и поэзия ни в чем не растворится, и проза как область литературы сохранится. Я думаю, что здесь бояться нечего. Но другое дело, что перед современными писателями, поэтами, прозаиками обстоят множество проблем, которых не было раньше. Проблем, связанных с использованием литературы средствами массовой информации. В каком-то смысле эти средства облегчают знакомство широких масс, толпы с произведениями литературы. Но с другой стороны, происходят и некоторые упрощения, нежелательные упрощения. Я не уверен, что создание сериалов, скажем, по доктору Живаго или по братьям Карамазовым или идиотов позволят лучше паять эти произведения литературы. Другое дело, что может быть для массового искусства, для искусства сериалов это полезно, но литература все-таки требует обращения к написанному, изданному, напечатанному тексту. И мы будем продолжать читать тексты, как бы ни менялась наша техника, что бы ни происходило в мире. Последний вопрос. На ваши научные интересы, спрашивают меня, обширнейшие. Но побудьте, пожалуйста, еще и футурологом. Пророчить катастрофу. Экологическую, гуманитарную, межсивилизационную, техноненную. А как вам видится хотя бы ближайшее будущее человечества? Знаете, это вопрос, который из всех заданных. Меня больше всего волнует, конечно. Давно. Я, вероятно, воспитан был в таком духе, что меня подобные вопросы волновали еще когда я был совсем юн. Мой отец, писатель Всевол Тибана, много занимался моими воспитаниями, передал мне часть своих интересов. Он болезненно относился ко всему тому, что происходило в мире в канун Второй мировой войны. Он, между прочим, в это время посетил тогда недовесимую Литву, встречался со многими тогдашими литовскими писателями. Так что Литва, ее будущее входило в поле его волнений, с которыми я тогда же был знаком. И с тех пор я сохранил интерес к тому, что важно для всего мира. Примерно с 60-х годов 20-го века, то есть уже 40 с чем-то лет назад, стал волноваться вот на эти темы возможности или необходимости избегания этих будущих катастроф. Я был довольно близок со знаменитым русским ученым, физиком, академиком Петром Леонидовичем Капицей. Хотя он был физик, но его интересовали общие проблемы науки, и, в частности, будущее человечества, с точки зрения Литвы. От него впервые я услышу о работе Римского клуба. Римский клуб – это созданный в то время, в 60-е годы, союз ученых-футурологов. Они использовали тогдашние не очень совершенные вычислительные машины, но старались с помощью достаточно хорошо продуманного компьютерного эксперимента, используя достоверную статистику, понять, в какую сторону идет развитие человечества. Их выводы были катастрофичны. Это Римский клуб впервые понял, что 21 век может оказаться трагическим. Они не говорили, что это обязательно должно произойти, но они говорили, что необходимо обратить внимание, сделать что-то для того, чтобы эти катастрофы уменьшить, себя от них обезопасить по возможности, сделать развитие не катастрофичным. Капице удалось тогда добиться того, что наше высшее начальство, это еще в советское время, разрешило публикацию его статьи на эту тему. То есть было разрешено начать серьезное обсуждение. Оказалось потом, что часть предсказаний Римского клуба была правильной. О чем они больше всего волновались? Они волновались о неограниченном росте населения. Вы знаете, что эта демографическая проблема для многих стран остается. Многие страны, причем те страны, которые обладают наименьшими возможностями прокормить свое население. Эти страны все время увеличивают количество населения. Вы знаете, что цифры для некоторых стран Африки просто фантастичны. не удается сдержать этот рост. В некоторых странах Африки, в некоторых странах Аравийского полуострова, где природа не дарят нас особыми возможностями прокормления большой толпы людей, прогнозируется колоссальный рост населения. Нужно приять срочные меры для того, чтобы этого избежать. Есть проблемы исчерпания источников энергии. Хотя все время обнаруживаются новые, как запасы нефти в море, в Угене. То, что не совсем знали в момент начала работы Римского клуба. То есть некоторые из предсказаний не учитывали кое-что, что удалось с тех пор открыть, сделать. Но все-таки есть проблема исчерпания источников энергии. Есть проблема колоссальных массовых эпидемий, как эпидемия СПИДа, которая может очень трагически сказаться здесь, в нашей стране. Это связано с проблемой наркомании, которая до сих пор не решена. Есть и некоторые другие проблемы. Из того, что очень много пишут сейчас, я упомяну хотя бы вопрос потепления, изменения климата в мировом масштабе. Это техногенные проблемы. Сейчас постепенно весь мир начинает обсуждать эти вопросы. В этом смысле ситуация лучше, чем то, что было, скажем, полувека назад. Сейчас папа Римский начинает говорить о том, что нужно какое-то всемирное урегулирование, хотя бы на уровне экономических проблем. Недавно перенесенный многими странами начавшийся кризис. Это проявление общемировых тенденций. Они давно были предсказаны такими великими учеными, как наш экономист Николай Дмитриевич Кондратьев. Но хотя ученые предсказывали, что есть опасность будущих кризисов, размеры этих кризисов, возможность их перерастания в глобальные и мировые кризисы, это все практически не принималось во внимание. Сейчас ситуация меняется. Но тем не менее, я бы сказал, что ситуация такая. Возможен очень серьезный кризис. Даже начало каких-то отдельных катастроф. Можно их остановить. Но для того, чтобы их остановить, нужно принять предварительные меры. Опасность заключается в том, что человечество может не успеть ответить. И эти меры начнут принимать тогда, когда уже будет вполне реальная катастрофа. Или катастрофа ирана. Вот это, к сожалению, то, что мы можем увидеть в ближайшее время. Значит, я считаю, что для человечества в целом нужен какой-то единый способ решения основных проблем. Их должно решать эффективное руководство, которое может действовать в масштабах всего земного шара. Знаете, был великий русский футурист Хлебников. Он писал о том, что нужны председатели земного шара. Я думаю, что эта идея имеет основания. Андрей Дмитриевич Сахаров, наш великий физик и общественный институт, тоже считал, что то, что условно называют мировым правительством, что что-то в этом нужно для решения нескольких основных вопросов. Это не значит, что это руководство всего мира будет вмешиваться в подробности жизни каждой отдельной страны. Но некоторые общемировые задачи, общемировые проблемы должны быть решены с помощью какой-то общей системы организации. Я вхожу в группу экспертов, которая когда-то была создана ООН для помощи слабо развитым странам со стороны более продвинутых стран. Мы готовили встречу в верхах, посвященную этой теме. И продолжаем работу в этой области. Вот наша группа издала сборник работ. Предисловие писал Баслав Харл, когда президент Чехословакии. Мы пытаемся в этом сборнике, в разного рода изданиях, которые мы готовим, мы пытаемся объяснить людям, что решение некоторых основных общей мировых вопросов необходимо. необходимо для того, чтобы мы сохранились как вид, чтобы продолжалась наша эффективная научная творческая деятельность. Я думаю, что все это будет достигнуто, но желательно, чтобы это было достигнуто как можно раньше. То есть желательно, как говорится, взяться за ум как можно раньше. Спасибо вам за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.